PNY Prevail Pro P4000 — это мобильная рабочая станция с дискретной профессиональной видеокартой NVIDIA Quadro P4000 и поддержкой технологии NVIDIA Max-Q, адресованная для работы с CAD-CAM приложениями. Дизайн ноутбука строгий, корпус классического черного цвета — однотонный. Единственный декоративный элемент — это выкрашенный в серебристый цвет задний торец ноутбука, к которому крепится экран. Верх крышки ноутбука имеет покрытие из тонкого металлического листа. Весь остальной корпус сделан из матового пластика. Экран можно отклонять примерно на 120 градусов относительно плоскости клавиатуры. На левом торце корпуса расположены два порта USB 3.0 Type-A, два USB 3.1 Type-C, два мини-дисплейпорт 1.3, один HDMI 2.0, разъем питания и отверстие для кенсингтонского замка. На правом торце имеется еще один порт USB 3.0, слот для карт памяти, разъем RJ45 и два аудиоразъема типа мини-джек. На заднем торце и на нижней панели расположены только вентиляционные отверстия. В ноутбуке используется клавиатура мембранного типа с увеличенным расстоянием между клавишами. Основание очень жесткое и при печати не прогибается. Клавиатура отличная и печатать на ней удобно. Тачпад классический двухкнопочный, кнопки жесткие. В верхнем левом углу тачпада расположен сканер отпечатка пальцев с поддержкой функции Windows Hello. В ноутбуке используется IPS-матрица с антибликовым покрытием. Диагональ экрана равна 15,6 дюйма, а разрешение 3840 на 2160 пикселей. Экран поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Согласно проведенным нами измерениям, максимальная яркость экрана на белом фоне составляет 260 нит. Цветовой охват экрана покрывает 86,8% пространства sRGB и 62,6% Adobe RGB. В целом экран в ноутбуке хороший. Основой ноутбука PNY Prevail Pro P4000 является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ. Он имеет номинальную тактовую частоту 2,8 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,8 ГГц. При умеренной загрузке тактовая частота процессора составляет 3,4 ГГц. Если экстремально загрузить процессор, то тактовая частота первоначально составит 3,4 ГГц, но при достижении температуры в 85 градусов по Цельсию снижается до 2,9 ГГц. При этом нет никакого троттлинга, и тактовая частота процессора остается высокой в режиме стрессовой загрузки. В ноутбуке установлена профессиональная дискретная видеокарта NVIDIA Quadro P4000 с 8 ГБ видеопамяти GDDR5. Графический процессор реализует архитектуру Pascal, имеет 1792 ядра CUDA и обеспечивает производительность в 5,2 ТФ. Для установки модулей памяти предназначено два слота. В нашем случае были установлены два одинаковых модуля памяти DDR4-2466 емкостью по 16 ГБ. Подсистема хранения данных представляет собой комбинацию быстрого SSD на 512 ГБ и емкого HDD на 2 ТБ. Аудиоподсистема ноутбука основана на HDA-кодеке Realtek ALC1120. На максимальном уровне громкости ничего не дребезжит, нет металлических оттенков в воспроизведении высоких тонов. По результатам тестирования Аудиотракт получил оценку «хорошо». Система охлаждения включает в себя три низкопрофильных кулера, один из которых предназначен для охлаждения процессора, а еще два – для видеокарты. Кулеры связаны с теплосъемными радиаторами с помощью тепловых трубок. Согласно нашим измерениям, в режиме простоя уровень шума, издаваемого ноутбуком, составляет 23 дБ, то есть его практически не слышно. В режиме стрессовой загрузки процессора уровень шума увеличивается до 38 дБ, что, конечно, много, но тише большинства игровых и рабочих станций. В целом ноутбук можно классифицировать как тихий. Время автономной работы невелико, в режиме работы с текстом ноутбук проработает 4 часа, а при экстремальной загрузке не продержится и часа. По большому счету аккумулятор такому ноутбуку нужен только в качестве ИБП на случай перебоев в энергоснабжении. Мы провели сравнение производительности с настольной рабочей станцией Lenovo ThinkStation P520 на базе процессора Intel Xeon W2135 и с такой же видеокартой Nvidia Quadro P4000. Понятно, что ноутбуку сложно конкурировать с настольным ПК, но тем не менее разница в результатах не такая уж и большая, что является отличным показателем. Рабочая станция PNY Prevail Pro P4000 предназначена для профессионалов, которым требуется мобильность, чтобы демонстрировать готовые проекты заказчикам и при необходимости вносить в них правки. В описанной конфигурации мобильная рабочая станция PNY Prevail Pro P4000 сегодня стоит примерно 277 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...